И завершаем мы свое дежурство на рынке возле музыкальной школы. Здесь уже вовсю идет продажа дикоросов, это ягоды и орехи. А вот начался ли официальный сбор этих даров леса, мы узнаем в Министерстве природы. На юге Хакасии, в Таштычском лесничестве, срок сбора ягод уже наступил с 16 августа. Однако на территории Абазинского лесничества он наступит лишь 23 августа. На территории Балабсинского лесничества с 15 августа разрешено собирать прусинку. А в более северных районах эта пора придет и в конце августа. Орехи можно начать собирать только с завтрашнего дня, с 20 августа. И это только в Аскизском районе, в Берегчульско-Балаксинском лесничестве. В остальных районах даты нужно уточнять. По словам Минприроды, сроки в разных районах Хакасии отличаются в зависимости от климатических условий. А у вас орешки откуда? Тоже оттуда, из Бондарева идет. Из Бондарева? Да. А кто собирает вас? Бригада там у нас. Это ваше или вы? Да, да, да. Местные там в деревню уходят. А вы знали, что орешки можно собирать только с 20 августа? Ой, не знаю, девушка. Там знаю. А там же собирают люди. Орешки откуда? Ну, они со штыжки. А вы сами собираете? Нет, привозят. Вам привозят, а вы передаете, да? А кто их собирает? Их собирают, ну, рабочие или местные люди, которые там живут. И, кстати, собирать ягоды и орехи можно только для собственных нужд. То есть, если вы собрали ведро голубики и решили продать его на рынке, в этом ничего нет страшного. Это законно. Но для того, чтобы собирать дары леса в промышленных масштабах, необходимо заключать договор аренды на лесной участок. На этом мы свое дежурство заканчиваем. С вами работали корреспондент Анна Янгулова и оператор Василий Самоделкин. Свои новости присылайте в мессенджеры по телефону 8 923 020 7700. Или звоните в нашу редакцию по телефону 222 700.